Валерий Курас Снегири Сегодня я вам расскажу об одном из древних святителей церкви, священномученике Харалампии. Родился он в конце первого века по Рождестве Христовом, а отошел ко Господу в третьем столетии. Представляете, сколько видели его глаза и сколько жизненного опыта накопил он на этой бренной земле. Этот опыт сослужил ему добрую службу. На рубеже третьего века, наверное, не было ему равных в мудрости и благочестии на всем православном Востоке. Но он не превозносился своими знаниями, а напротив, для всех был любящим отцом и наставником. В молодости получил он хорошее образование, но светские науки не слишком увлекали его. Какой смысл в учености, если после смерти все мы обращаемся в прах? Неоднократно спрашивал он себя, но однажды довелось ему встретиться с добрым и начитанным христианином. Из его уст Харалампий впервые услышал имя Христос. Христос распятый, умерший и воскресший. Эти слова глубоко запали в его юное сердце. Оно впитало их в себя, как нечто родное и близкое. «После праха будет и воскресенье» – услышал он голос своего сердца. И уверовал во Христа. Принял святое крещение, затем почти полвека был священником, а на закате дней своих стал епископом в греческом городе Магнезия. В конце II века, когда Харалампий перешагнул уже через столетний возраст, в Риме воцарился император Септимий Север. Был он родом из Северной Африки. В ту пору там процветало колдовство и магия. Север сильно заразился ими и ввел их в римское общество. Христиане обличили новые увлечения императора, чем вызвали его гнев. А тут еще пришлось Северу объезжать свои восточные владения. И он с ужасом увидел, что почитание Юпитера и Аполлона угасает с каждым днем, а вместо него всюду распространяется вера христианская. Вернувшись в Рим, Север издал указ о гонении на христиан. Тогда пришел к нему наместник города Магнезия и донес, что почти весь тот город уже поклоняется распятому галилейнину, так язычники называли Христа. И все это из-за епископа Харалампия. Обольстил он горожан, жаловался Северу наместник, и я уже не в силах ничего сделать. Император пришел в неописуемую ярость. Повелел схватить Харалампия и в кандалах привезти его в Антиохию. Там он намеревался судить его сам. Сколько тебе лет? поинтересовался император, увидев Седовласова епископа. 113, ответил Харалампий. «Как же, прожив столько лет, не познал ты бессмертных богов?» спросил монарх с нескрываемой злобой. «Прожив много лет, я приобрел великое знание», громко возгласил Харалампий. «Я познал Христа, истинного Бога, и уверовал в Него». «Где же твой Христос?» спросил император. «Он воскрес и вознесся на небо». Услышав такой ответ, Север засмеялся. Надменно подняв свой взор ввысь, он начал взывать. «Христос, если ты живешь на небе, то сойди и сразись со мной. Вот я готовлю против тебя много войска. Если же не послушаешь меня, то я сам взойду выше солнца и схвачу тебя своими руками». Безумно решил он низвергнуть Христа своими магическими заклинаниями. И даже приподнялся от земли, чтобы исполнить свое намерение. И в ту же секунду неснули молнии, послышались раскаты грома, а Север беспомощно повис в воздухе, будто связаны какими-то узами. Понял он тогда, что вся его магия – ничто в сравнении с силой Господней. «Куда делась вся его спесь?» Закричал он, «Харалаби, помоги мне, умоли своего Христа освободить меня от воздушного плена». Святой епископ вознес молитву к Богу, и Север медленно опустился на землю. Казалось, что все, теперь-то он уверует во Христа. Но не тут-то было. Как только почувствовал он твердую почву под ногами, его сердце опять стало холодным, как камень. Снова воспылал он злобой на Харалампе. Почему? Потому что был слишком горд, видел он, что проиграл. И это было для него невыносимо. Ни мертвые идолы, ни колдовские духи не помогли ему. А весь народ, видя силу Господню, воскликнул «Велик Бог христианский». Так святой епископ прославил Христа. Довелось ему потом и пострадать за него от рук того же Севера. Но веру в народе уже было задушить-то нельзя. Христос победил. И так возвеличил святителя Харалампе, что и по сей день церковь благоговейно чтит его память. На этом позвольте мне и закончить нашу сегодняшнюю передачу. До свидания, мои хорошие. До свидания. Всего вам самого доброго. И храни вас Господь. Редактор субтитров А.Семкин